Всем привет! Друзья, у нас стартует новое путешествие. Мы находимся сейчас между Казахстаном и Кыргызстаном. За эти 8 дней, которые мы будем путешествовать, мы посетим самые интересные заключательности обеих стран и запишем об этом блог, в общем, как всегда. Оставайтесь с нами. А что, коротко и ясно? Мы стартовали наш путь из Алматы, поехали на юго-восток Казахстана, там уже поехали на границу с Кыргызией, проехались по низу из Сыкуля и выехали уже обратно в Алматы из Бишкека. Пару раз у нас было ощущение, что мы вообще забыли в этой поездке, какого хрена мы здесь вообще находимся. Но потом мы уже наши чувства приглушили и справиться с этим нам помогло наше замечательное чувство юмора. В первый день мы решили прогуляться по Алматы, посмотреть город, а также передохнуть после перелета ночного, потому что прилетели мы рано утром и очень сильно хотелось спать. Завтрак в отеле был неплохим, но довольно скромным, поэтому через пару часов нам уже снова захотелось есть, и мы погнали в ресторан «Афиша». Находится в центре Алматы. Вот с таким видом. Очень классный ресторан. Рекомендуем всем, кто приезжает в Алматы впервые или даже кто там живет, потому что очень нам понравился, во-первых, сервис, во-вторых, сами блюда, и в-третьих, это антураж, в котором выполнен этот ресторан. Так, короче, сейчас мой арифметический мозг это все посчитает. В общем, в среднем блюдо стоит от 3900 до 5400 тенге. Делим мы на 5,4, получается, что в среднем цена от 700 до 1500 рублей. Ну, как в ресторанах Москвы. Как в Москве. Прогулявшись по городу, мы заметили, насколько он ухоженный, чистый и вообще довольно спокойный. То есть жизнь в нем не такая бурная, как в Москве или в каком-то другом... В культурном городе. И очень много людей передвигается на электросамокатах. Большое количество такси. А все потому, что транспорт в этом городе довольно дешевый. Вообще хочу сказать, что здесь супер дешевое такси. И если вам нужно добраться к какой-то части частей города, просто смело заказывайте Яндекс. И там за 100-150 рублей у вас довозят до любой точки, плюс-минус в этом радиусе 10 минут избы. Ну, нужно понимать, что электросамокаты тоже удовольствие не совсем дешевое. И где-то за минуту вы заплатите около 10 рублей. Мы не удержались и решили тоже прокатиться на этих самокатах. Я ненавижу самокаты. Но сегодня мы решили прокатиться на них. Это будет мой первый опыт катания на электросамокате. Стоимость поездки на электросамокате здесь составляет около 10 рублей в минуту. Ну, то есть 100 рублей за 10 минут. Движемся со скоростью 60 минут в час. После обеда, а также обмена денег в обменнике, мы двинулись на карнатную дорогу Коктабе, которая ведет в одноименный парк. Он очень популярен среди местных жителей, потому что наверху вас ждет большое количество аттракционов, также классный вид. И плюс забраться можно на фуникулёре и заодно посмотреть очень прикольные и красивые виды. И что еще хорошо, эта канатка работает до 10.45. То есть сюда можно даже ночью приезжать. Вот здесь все так подсвечивается и красиво. Подлища от другой канатки, на которую мы изначально хотели поехать, она до 5.30 только работает. Но, да, здесь красиво очень закатывает. Вообще... Блин, поедем на ней? Сколько стоит? Ой, это... Для этих комикад... Ну что, вдвоем можем, смотри. Обалдите. Короче, этот парк очень мне напомнил грузинский парк Мдацвинда, потому что он тоже находился на горе, там тоже есть телебашня. В общем, он просто один в один прям похож. Да-да. Мне пока больше всего здесь понравился этот фасткоустер, который вниз гадишься. Ну, блин, там очередь просто нереальная. Ты будешь до ночи стоять... Мы решили, что мы не будем стоять, лучше погуляем, посмотрим, что тут еще есть. Потому что очередь там какая-то очень жесткая. Тут, как Ваза сказала, есть дом наоборот. Здесь есть колесо обозрения, здесь есть какие-то карусели. В общем, все классические аттракционы, которые вы любите и знаете, они тут есть. Ваза, смотри, на правом. Это у нас баран Леренос. Смотри, какой маленький сидит. Такие хорошие, я бы вас погладил. Привет, дружище. Вообще, тут, конечно, очень много разных животных. Всякие олени. Покормить их можно. Купить за 300 тенге. О, скалодром, скалодром. Полезливо. По дороге встречаются смотровые площадочки. Как вот эта вот, например, небольшая. С них открывается довольно неплохой вид на город. Очень даже красивый. Да. Ладно, ты что делаешь? Я не понимаю, как это считается. Тут слишком много болей. Давай я предлагаю, короче, по холлу разложить. Пути в наш номер. И чтобы люди находили дорогу. На следующий день рано утром к нам приехал наш первый гид Сергей. И мы отправились в наше незабываемое путешествие. Сергей изначально нам показался очень даже ничего таким человеком. Даже расположил к себе. С нами как-то поговорил вначале. Но большую часть поездки он ехал примерно вот с таким лицом. Через пару дней нас ожидал небольшой сюрприз от Сергея. Но об этом мы расскажем чуть-чуть позже. Влад, ты чего? Ты из какого-то другого мира, что ли, вышла? Следующие два дня мы катались по национальному парку Казахстана Алтын-Эмель. Это просто огромная территория парка, которая занимает почти 5000 квадратных километров. Только представьте себе, это же как целая страна практически. Чтобы добраться до парка, вам нужно получить пропуск. А пропуск может сделать только администрация. Но она иногда любит уходить на обед в очень неподходящее время. В парк приезжает огромное количество иностранцев. И что интересно, даже не из России, а из европейских стран, из Швейцарии, из Англии даже. Такое количество иностранцев лишний раз доказывает, что в Казахстане есть что посмотреть. И это очень интересное место для тех, кто любит именно природный туризм. Ну а первой нашей локацией в парке Алтын-Эмель стали меловые горы Актау. Горы Актау – это мощное осадочное отложение огромного древнего озера. По одной из версий, раньше это был Древний океан. Он заполнял вот эту Ильийскую котловину, и высота этих отложений, она достигает около одного километра. В результате движения тектонических плит и всякой там природной деятельности со временем возникли вот такие вот красивые ущелья, которые вы сейчас видите. Короче, кто сюда пойдет, обязательно возьмите с собой высокие ботинки, потому что песка здесь немереное количество. Горы Актау, лично меня, они поразили тем, что как будто ты попадаешь на другую планету. Вот ты... Мне очень напомнило пейзажи из «Звездных войн», планеты Татуин. Татуин. Потому что такие же пустынные и холмистые пейзажи, очень живописные, но в то же время скудные какие-то такие, очень отрешенность какая-то, да, чувствуется вот в этих пейзажах. Вообще парк Алтын-Эмель – это настоящая кладезь и музей для любителей геологии и палеонтологии, потому что именно здесь были обнаружены останки древних растений, древних животных и даже мамонтов. А также здесь огромное количество горных пород. И нашла такой интересный камень. Он, короче, весь покрыт какими-то серебряными такими точками. Вообще выглядит прикольно, прям на солнце такой весь, он сияет. Ну, грубо говоря, те древние люди, о которых мы читали в учебниках, да, которые изучали различные научные деятели, они вот все именно произошли оттуда. И интересно, что огромное количество артефактов до сих пор не изучено. И люди приезжают и до сих пор находят что-то новое каждый год. Несмотря на то, что, казалось бы, уже 21 век, и все давно уже было изучено, да, и просмотрено. Так как в Казахстане очень много памятников первых людей, редких первых животных и всего вот этого прочего, мы, естественно, посетили одно из таких мест, тоже в парке Алтын-Эмель, это петроглифы Танбалы. Потрясающий просто памятник, наскальные живописи. Петроглифы Танбалы – это часть одного из главных и крупных мировых центров распространения наскального искусства. Мы посетили своеобразный музей древности под открытым небом и проникли вглубь веков. Прикасаясь к высеченным в камне изображениям, трудно поверить, что неизвестный мастер, который трудился над ними, жил во времена еще до нашей эры. И удивительно вообще, что природа сохранила эти произведения искусства, несмотря на различные непогоды, дожди, грозы и вообще, что это могло просто разрушиться. Но нам еще гид сказал, что на закате лучше всего видны эти рисунки и во время дождя. А мы приехали что-то еще почти перед закатом. В предобеденное время. Да, но представляете, если даже в предобеденное время еще так было хорошо видно, представляете, насколько это видно во времена погоды, как он расскажет. В данное время вещи, когда солнце вот так отражение, почти не видно. Ох, а так красиво тут. А вот под вечером, когда перед заходом солнца, именно плоскости, которые смотрели очень на запад, издалека даже яснее, чем какие рисунки. На этих скалах изображены животные, различные антропоморфные персонажи, сцены охоты. Стадо горных козлов, человек с луком. Вот где человек с луком, рядом собака. Это что? Охота. Охота, да. Всякие геометрические символы. И один из символов солнца, кстати, был потом использован в местном конкурсе. Кстати, помнишь? Мне кажется, я этот символ вижу чуть ли не каждый день, когда я иду по улице. Типа кто только его не использует, по-моему, да? Да, да, да. Представляете, это из древности все. А это все придумал какой-нибудь там... Неизвестный автор миллион лет назад. Насколько это искусство, оно вне времени, что даже сейчас оно актуально? Эти петроглифы дают представление о жизни и бытии кочевых племён, слявших тогдашнюю территорию. Изображения людей-зверей отражают более тесную связь человека с природы, чем это наблюдается в нынешнее время. Потому что древние кочевники, они почитали природные стихи животных, которые обитали рядом с ними, так как от этого зависело их выживание и благополучие. Чем Петровых по свету темнее, темнее, кажется, и древнее. По свету разные, потому что именно вот этот кусок камень когда-то лежали внизу. В 1992 году Леменградские реставраторы поставили сюда. До Песчаных Барханов ехать примерно 40 километров от нашей гостиницы, в которой мы поселились, которая единственная гостиница во всей округе, из которой можно добраться до всех вот этих вот мест довольно-таки быстро. Второй вариант, альтернатива, это ехать из Алматы, но оттуда около трёх с половиной часов в одну сторону. Поэтому только все останавливаются вот в этой гостинице, в которой жили и мы, собственно. Но здесь нужно как бы отметить, что гостиниц там немного, а я бы даже точнее сказал, одна. И в этой гостинице несчастной такие, ну как бы такие условия, что их, в общем-то, и нет, грубо говоря. Ну как бы да, условия как бы есть, но их нет. Посмотрите сами. Товарищи, это полный ***. Наша элитнейшая гостиница в нашем элитнейшем посёлке. Мы вот взяли, даже всё переконструировали тут. Ну вот, короче, в принципе, не существует понятия кровать king size, двуспальная. Поэтому мы решили сделать свой вариант. Просто взяли матрас, перекинули сюда. Да, и всё смешно, что здесь они, видимо, не убирались как бы сначала постройки ещё с этой гостиницей, потому что тут вот эта грязь, просто это ужас. Положил чемодан, он весь белый с другой стороны. Рамка вот эта мне нравится. Нахер она вообще, непонятно здесь, зачем она нужна. Какие-то з***ные пятна на одеяле. Зато картинка красивая. Какие-то просто оболбленные оболки. Картина такая, реалистичная. Самая главная гостиная. А, туалет. Да, туалет, да. Вот такой душ здесь. Без каких-либо шторок. Обязательств. Без каких-либо шторок. В середине жемчужина. Ой, хорошо, хотим, спасибо, что бойлеры есть. А ещё здесь очень толстые двери. Очень толстые. Алло, я вас слушаю. Они просто фанеры. Это фанеры. Это фарш. Наконец-то мы покидаем эту богодельню. Это радовало. Счастья моему, нет предела, что мы покидаем этот бомжатник. И мы собираемся на песчаные барханы. Гостиница на двоечку. На единичку, я бы сказала. Даже вот номера двухместные. Там вот нет одной кровати. Там все кровати, две кровати. И ещё там нет отопления, что самое классное. Поэтому мы спали в куртках и чуть не замёрзли и не сдохли вообще. Ты как? Готовлюсь к смерти от холода. Медленно замерзаю. Дольше, чем на один день не надо. Ну, чисто, знаете, вот прямо по-спартански переночевать. Вот чтобы чисто... Я люблю Алтын-Эмель. Поехать туда вот и просто принять и простить. Отдохну! Во! При въезде в национальный парк стоит шлагбаум. И обязательно нужно показывать пропуск. То есть нужно его сначала купить или заказать там заранее. Ещё одна локация в парке Алтын-Эмель – это горные застывшие... Это горные застывшие вулканические породы. Там есть такой вот как подъезд. Нет, сейчас давай за мной. Подъезда там нет. В общем, место остановки для автомобилей. Вы когда туда приезжаете, там есть такая небольшая гора, очень причудливые формы. И она как раз образована в результате вулканической породы. Изменения. Потому что она засохла. И она вот, представляете, такие вот у неё остались такие круглые, как на Марсе, в общем, пейзаж. Обалденно! Но это только малая часть этих гор, потому что если пройти дальше, можно увидеть горы, ну, я не знаю, они по объёму такие же примерно, как Актау. То есть если вы видите по приезду туда такую маленькую часть, это ещё не всё. Это только малая локация. Можно пройти дальше, и тогда вы увидите. Да, там коричневые такие здоровые горы. Они, кстати, больше по объёму, я посмотрела потом на карте, они гораздо больше по объёму, чем меловые горы Актау. К сожалению, за неимением информации, наверное, адекватного гида, мы не поняли, что нам надо пройти дальше. Поэтому мы остановились, посмотрели вот этот островочек коричневый и пошли обратно. И самое интересное место в парке Алтын-Эмель, я считаю, это был поющий бархан. Знаете, это очень прикольное чувство, когда ты идёшь, у тебя сдувает ветрило, и ты себя чувствуешь, знаете, в каком-то фильме просто. Я почувствовала себя как в фильме, когда я туда шла, и меня сносил ветер, и я чуть не улетела с этой горы. Здесь ветрило жёсткий, очень жёсткий. Вообще очень сильный ветер. Поющий бархан представляет собой гору чистого кварцевого песка без растительности, с крутым склоном. И при движении сухого песка происходит трение песчанок друг об друга, которое производит как раз вот этот протяжный громкий звук. И слышно этот громкий звук как раз, когда вы отходите от бархана чуть подальше. Этот звук напомнил мне какой-то гул такого, знаете, реактивного самолёта. Ну я съел такое количество песка, что, наверное, на всю жизнь наелся. Факт тоже! Ну и, конечно, куда без 700-летней Ивы, про которую все рассказывают. Она находится в урочище Косбастау, и там, кстати, понтовое место, где останавливаются как раз иностранцы на своих домах на колёсах. Какая у неё? Какой диаметр? Мне кажется, метра два точно, наверное. Обалдеть! Ну и вот место само по себе вот это классное, потому что там такой оазис, там такая закрытая площадка, знаете, очень контрастно смотрится по сравнению с окружающими тебя степями, что такой, знаете, маленький вот оазис посреди пустыни. Надо всё в жизни уже успеть посмотреть, всё-всё-всё посмотреть, и только потом ехать туда, я считаю. А мы взяли с тобой наоборот. Ну да. Ничего не посмотрели, но уже преисполнились. Мы просто сократили путь, и мы решили, типа, а чё нам всё смотреть? Вот сразу поедем на самое мощное. Самое крутое, что есть вообще на планете, я считаю, это... Парк Алтын-Имиль. Да, парк Алтын-Имиль. Во-первых, потому что, ну реально, это же древность. Вы, по сути, не едете в Дисней парк, в Эккарс, в Universal Studios. А вы едете в настоящее вот посмотреть, прикоснуться к древности, к тому, откуда мы все родом, откуда мы пришли. После барханов мы поехали в Жаркент перекусить. Там, кстати, есть очень аутентичная кафешка. Вот такой ресторанчик. Да, прям вообще супер заходишь, проходишь как-то вот вовнутрь. Готовят вкусно просто. Вообще просто еда, фурор, прям, но убой кормят. О, как же я объелся. Посоветуешься этот ресторан тем, кто побывал в Жаркенте? Да, абсолютно, точно, безусловно. Как ресторан называется? Ресторан называется Олив в городе Жаркент. Запомните. Ребята, обед просто царский. Манты офигенные. Такое нежное дрожжевое тесто. Знаете, как вьетнамские вот эти булки, баньбао. Курцы, горшушки тоже класс. Там овощи намешали, картошку, сыр. Порция его огромная, на самом деле. Я даже, если бы не узнал, я бы, наверное, только одну порцию доказал. Мы заселились в гостиницу Alma Park. Она находится, прям, как бы, внутри нее находится бассейн с горячим источником. И я хочу сказать, что здесь очень даже цивилизованно. Вот номер наш. У нас здесь стоит стол гостиной. Есть кондиционер даже. Это что, в прошлой гостинице там ничего этого не было, чтобы вы понимали. Диван и кровать большая в другой комнате. Также у нас есть ванная. И сушилка для вещей. Ну, в общем, все удобства, которые, в принципе, должны быть. А также здесь есть Wi-Fi, что немаловажно. Сейчас мы будем переодеваться и пойдем купаться в этот горячий источник. Там уже пару-тройку гостей купается, я видел. Но сегодня такой витрил, и я не знаю вообще, долго ли мы там потянем. Мне кажется, или нас там сдует просто. Неужели они теплые? Неужели эта штука реально теплая? Теплая, теплая, выходи. Все, выходим. А что, никого нет-то, я не понял? Ныряй. Отдых по казахски. Вообще тут очень тепло. Да? Ну-ка, взял сейчас. И мы были единственными, кто рискнули в такую витрилу искупаться. Это было просто невероятное чувство, потому что снаружи тебя просто обдувает ветер, а внутри тебе тепло. И ты просто, мы там, не знаю, часа три, наверное, купались, если не больше. Помните, мы в начале нашего ролика рассказывали про нашего первого гида, Сергея? И все бы ничего, если бы он не оказался человеком, немножко любящим подбухивать. Вот это поворот! Вечером после уже купания мы пришли на ужин вместе с ним, и мы, конечно, охренели от того, насколько у него кукуха просто отлетела после выпивки. После очередной матерной какой-то тирады я уже как бы сказал, что все, мы пойдем спать уже, спасибо, до свидания. И когда мы пришли в номер, мы думали долго, что нам делать, потому что мы вообще хотели отказаться от этого дальнейшего путешествия, вернуть каким-то образом деньги и уехать домой. Я уже начал даже смотреть билеты как бы из Алматы в Москву. Я не понимаю, он с нами не ходит вот сейчас, он не ходит, он не гид. Он не рассказывает нам ничего, то есть что это за гид как бы такой? Он просто водил, ты вот что-то спрашиваешь, что это за горы? А он говорит, ну я что-то не знаю, я потом по-свою по Яндексу, там типа все понятно. В Яндексе написано, а он даже не знает. И на следующий день уже, когда мы приехали на каньон, кстати, каньон очень классное место, сейчас мы отдельно про него расскажем, мы попросили нам заменить гида, я позвонил через WhatsApp начальству. Просто стояли посреди пустыни, через Галканьон, такие, так, все, включаем роуминг, звоним начальству. Мы, конечно, позвонили, они там просто все были в шоке. Они сказали, что они не ожидали, потому что Сергей у них, как бы вообще это не основной гид, у них большая база гидов, а Сергей как-то на подмену. Ну короче, как-то все получилось очень криво. И они сказали, что приносим извинения, за что им большое спасибо, они нам поменяли гида, и уже вторую половину поездки мы ездили с офигенным гидом, Денисом. Денис, привет! За что ему тоже отдельное спасибо, он нам вообще все рассказывал, показывал, очень классный гид. Да, с Денисом прям вообще очень дружелюбно все было, смеялись постоянно. То есть совсем другое отношение. И вот что важно, важно, какой у вас будет гид в поездке. Все-таки это не просто водитель, это человек, с которым вы проводите огромное количество времени. Вы с ним общаетесь, вы с ним едете, вы с ним обедаете. И вот это настроение, аура, которую он вокруг себя создает, она очень важна. Если вы пренебрежительно будете относиться к выбору человека, с которым вы поедете, вы можете нарваться вот на такие неприятности, с которыми столкнулись мы. В общем, несмотря на то, что мы очень сильно перестрессовали, мы достаточно долго гуляли по Черенскому каньону, мы там были примерно 5 часов, мы, честно говоря, не хотели возвращаться в машину, пока не решили вот этот вопрос весь. Черенский каньон просто потрясающий, его еще называют маленьким братом Гранд Каньона в США, и действительно, потому что он очень похож на то, что находится в США. Смотри, какое эхо. Эй! Чек! Можно прогуляться по двум тропинкам. Там, кстати, куча тропинок, но основных как бы две. Когда вы приедете на каньон, у вас будет два варианта. Либо обойти по верхней, по верху, то есть вы будете смотреть на каньон как бы с высоты птичьего полета, либо спуститься вниз и уже идти непосредственно в каньоне. Дорога сверху, она более такая живописная. Вам открываются большие красивые виды, пейзажи. Прямо такое... Вы видите величие этого каньона, можете по-настоящему оценить его масштаб. А если идете изнутри, то интереснее заходить в какие-то небольшие пещерки. Там можно пофотографироваться, полазить. В общем, тоже такой интересный экспириенс. Здесь вообще отличаются очень сильно. Да, пейзажи здесь вообще другие. То есть там были такие песчаные коричневые скалы, здесь они уже такие какие-то, знаете, зеленые, какие-то коричневые. Они больше в черноту уходят. И похоже на уголь какой-то даже уже. Влада полезла на скалу. Это 6А. Вот мы идем-идем, и увидели такой камень, Интересно, он когда-нибудь упадет вообще? Просто стоит. На чистом слове держится. Как это так вообще интересно? Вода холодная, 10 градусов метров. А ты как думал, горные реки, они всегда холодные? Я купался как-то в горной реке. В Турции мы были. Там была 14 градусов вода. Но мы как раз на рафтинг ездили. И там можно немножко так освежиться. Да, там привал можно сделать. И есть места для перекуса. Ну, вообще надо брать с собой еду туда, потому что там нигде нет ресторанов. И вы просто на этом привале перекусывайте, потому что дорога в одну сторону занимает около 45 минут. Вот крутая тема. Сейчас нальем водички из фонданчика питьевого. Налили. Мы думали, что он будет работать. В смысле он реально не работает? Я так понимаю, что нет. Нет, я же умру от обезвоживания. После каньона мы отправились в село Саты. И нас все еще вез Сергей. И, боже мой, каждые 10 минут я проверяла Янекс-навигатор, туда ли он нас вообще везет. Потому что он был явно с бодуна и вез нас просто ужасно. И, господи, я вообще молила Бога, чтобы мы живыми доехали до села. И как в лучших? В лучших российских мемах. Сергей говорит, ну, ребят, ну, сажитесь я сейчас за сигаретами. И больше, слава тебе, господи, мы его не видели. Отдохнул! Мы приехали к Шакире в село Саты. Это гостевой дом у нее в селе находится. И, знаете, мне кажется, это тот гостевой дом, который сделан по лучшим правилам гостевого дома. Даже здесь такая книжка «Секреты успеха гостевого дома». Здесь она вот в этом доме выплачена, наверное, на 200%. Потому что здесь все сделано правильно и очень классно. Многим отелям не хватает вот этой книги. Я вот хочу заметить. Особенно первому отелю, который был у нас. Вообще не вспоминай этот ужас просто. Вот тут можно увидеть всех известных блогеров, ребят, которые сюда приезжали. Даже сам Юрий Балдей. Мне кажется, на кого-то, знаете, следовало этой книге, потому что у нее действительно круто, у нее чистенько, убрано все, вкусно кормят, еда вообще обалденная. А ужин там у нас будет собираться за большим столом все постояльцы этого дома, все одновременно. Вот такая у них традиция. Такой вот огромный стол нам накроют. Здрасте. А может расскажете, что вы готовите? Вот мы хотели бы снимать. Я ничего не готовлю, просто приготовлю. Это заготовка мяса. Ага. Это заготовка мяса, как это, на плов, на курдак, где-то готовим. Много у вас мяса? Да. Ну, да, людей же каждый день готовим. Большое количество людей. Да, потому что каждый день готовим. А сегодня у нас что будет на улице? Сейчас сурпа будет. А, сурпа. Круто. А так у нас чечевичный суп плов, а ведь им сурпа. Ага, понятно. А мясо вы где обычно? Где-то у местных, да, закупаете или свое? Да, мясо закупаем, да. Здесь суп чистое мясо. Ага. Ну, я видел, там пасутся у вас тут прямо в окне. Можно увидеть, что и лошади, и овцы. Стол такой огромный там стоит. Да. А там ничего не осталось, это что-то. Да. А до этого времени мы вот решили пойти прогуляться и посмотреть, какие здесь виды красивые. А здесь прям зелень. Только начало зелени. как будто ковер. В Польше Кир нас постоянно спрашивала, типа, а где ваш водитель? А мы такие, ну, как бы... Потому что мы не знали, кто наш водитель будет следующий. И мы не знали, когда он приедет. Да, и мы такие, ну, знаете, вот как бы... Ну, как бы так... Очень нам понравились номера. Они маленькие, небольшие такие, но уютные. И что самое главное, там включили отопление. Потому что в ту ночь было холодно, там температура опускалась чуть ли не до нуля, там, градусов ночью. Вот. Хотя это было почти, ну, середина мая. О! Слушай, такой домик со стороны низкая, что здесь так все... Так, что тут у нас еще есть? Тут еще одна комната. Знаешь, что еще... Ой, здрасте. Это, короче, для вашей семьи. Мама, папа, Илья, Илья, Маше. Четко прям... Ну, это они сейчас, когда увидят, им прям понравится себя, наверное. Конечно. У нас сегодня новый день с новым гидом, с новой машиной. И мы сегодня отправляемся в поездки по озерам. В Казахстане и в Кыргызстане вообще по этому туру, если вы хотите проехать, вам нужен будет джип. Желательно какой-нибудь внедорожник 4х4, потому что это ваша безопасность, это залог успешной поездки. То есть хорошая машина, надежная, у вас обязательно должна быть запаска, у вас обязательно должно быть резервное топливо. И на случай каких-то экстренных ситуаций. У нас была машина Toyota Sequoia, на которую нас возил Денис. Просто, не знаю, самый большой внедорожник, на котором я когда-либо ездил. Огромное, как реально, Sequoia дерево. Вот, посмотрите, сзади два места. Сзади. Два места. Три места спереди. Два места еще сзади. И еще мы все сидим, как бы вот так развалившись. Потому что у него есть еще сзади еще один ряд. Третий ряд. И можно посадить еще двоих человек. И помимо этого еще багажник. Вот. И эта машина у него получается на газу. Но параллельно, конечно, еще есть бензин. Не просто у нас Toyota Sequoia была, а на специальной резине утолщенной. То есть эта резина, она еще добавляла как бы амортизации. И сама машина, она очень хорошо амортизировала на кочках и на ямах. И поэтому, когда мы ехали по каким-то таким, ну по какой-то раздолбанной дороге, где есть большие ямы, мы должны были сюда проезжать очень быстро. То есть Денис говорил, типа нет, на этой машине нельзя ехать медленно. На этой машине надо ехать вот 50 по таким ямам. Потому что, когда ты едешь медленно, тебя качает, тебя шатает из стороны в сторону. Поэтому нас и не тошнило, кстати. Да, а когда ты едешь быстро, ты едешь быстро, ты проезжаешь, просто она сама вот это в себя берет, эта амортизация. И ты проезжаешь, как на лодке, короче, проплываешь. Короче, офигенная машина для вот таких путешествий, я считаю, самый раз. Когда вы представляете себе Казахстан, вы, скорее всего, думаете о пустынях. Да, большая часть Казахстана – это действительно пустыни и степи. Но ближе к границе с Кыргызстаном природа очень резко меняется. Степи превращаются в бескрайние горные леса. Вокруг вас зеленые луга и огромное количество животных. Мы направились на озеро Каинды. По дороге нам открывались просто потрясающие виды. Все зеленое, на верхушках гор лежит снег. У вас есть несколько способов, как добраться до озера Каинды. Первый – это способ, который выбрали мы – идти пешком. Второй способ – добраться туда на лошадях. Но это будет стоить около пяти тысяч тенге примерно. А также есть третий способ – самый легкий. Но такой возможности у нас сегодня не было. Они еще не подъехали – это УАЗы. На них вообще легко доезжаешь почти до самого озера. Там чуть-чуть пройти уже пешком, и ты на месте. Ну, я сказал, что на УАЗиках лучше не кататься. Потому что у них не у всех работают тормоза, на самом деле. Это же опасно. Посмотри налево УАЗик, посмотри направо УАЗик. Поэтому мы решили пойти старым добрым способом – пешком. Что самое интересное в этом озере? Вода прозрачная, голубая. И самое крутое – это елки, которые торчат из озера. Причем они там действительно растут. И они растут. Сама вот эта вот пушистость елок – она только под водой. А снаружи торчат вот эти голые стволы. И это вообще просто обалдеть. Такое чудо природы я в первый раз вижу. Каким образом вообще они так растут? В переводе – изобилище березами. Многие понять не могут, как связано озеро с березами, если с него торчат ели. На самом деле, когда его обнаружили, это озеро, оно было полнее. И макушки ели не торчали с ним. То есть они были затоплены, под водой были. А по пути к озеру есть березовая ручка. Здесь берез вокруг до 100 км больше нигде нет. То есть только там вот этот березня. И по пути обнаружили галием в названии. Каинды – изобилища березы. Озеро от тектонического происхождения. То есть произошли на ледниках маринные озера. То есть селевые потоки естественно исходили. И естественную плотину туда смыли. Озеро мельче стало. За счет этого ели вылезли. Ну как бы на дождь. А так мы сейчас посмотрим. Там будет видно, насколько глубокое было это озеро. Где это плотина была. Там огромный обвал такой. Здесь кто-то купается летом? Тонут часто. Пытаются переплыть судорогой и все. В прошлом году двое. Холодное здесь летом тоже. Угалделываться начинают друг перед другом. Сейчас переплыву и все. А остальные нет. Вот. Не осмеливаются уже спасать милять. Сколько здесь газ? Плюс-четыре где-то плюс-три вода. Не на батареек? Вем одеро, да? Да. Так же рядом с озером Каинды находятся несколько маленьких локальных озерец и там тоже можно сделать классные фотки красивые там виды верхушки тоже горные снежные видны вообще тоже классно когда съехал от родителей ну да моя большая юрта мире это у нас есть горнолыжный курорт вообще курорт круглогодичный ой карагай лесная сказка там как раз есть юрта самая большая в мире которую в книгу рекордов гибнеса и следующее озеро которое мы посетили это озеро кальсай кальсайское озеро оно гораздо больше чем озеро Каинды и там открывается тоже классная панорама озера вокруг тебя горы и там есть классная пешая дорожка можно пройтись по боку этого озера можно пройтись по левой стороне но она заходит в тупик а можно по правой но правая она там как бы больше для лошадиных поездок вот а можно пройтись пешком то есть там она раздваивается и получается что вы где-то лошади а где-то люди вот и по праву можно пройтись и гораздо дальше ну конечно тоже очень красиво все невероятно как бы как с картинки ты смотришь с фотографией то есть ты не веришь своим глазам что ты вот находишься вот в этом месте курсай 2 и курсай 3 от которого все вот раз видите в Кыргызстан да да существует такая легенда что эти три озера это на самом деле три дочери одного отца которые влюбились в пастуха но отец был против их замужества типа нищеброд вы с ним не будете там такая тема что колдуну обратились мы хотим ну мы все в него втроем влюблены как нам выход какой найти в общем он их обратил в три озера горных а этого чабана пастуха так сказать он обратил как раз в речку которая с гор стекает и протекает и через первое озеро через второе через третье так вы будете все вместе навсегда таким простейшим и конечно не нужно именами датами там приду вам привязывать короче высоты еще совпадает там 18 лет вот эта высота такая-то на уровне моря 18 лет этой 21 которые вот 2021 на уровне моря 21 самая старшая там наверху в этом национальном парке водится очень много разных диких животных рыси снежные барсы медведи всякие барсуки и кабаны но пока мы еще никого не встретили слава богу такое огромнейшее русло глубочайся смотри перекрыла ну то объем тут воды был огромный огромный также да потом из-за селевых сходов уже плотину снесло и глубина уменьшилась в озеро самое удивительное что почти все озера в казахстане они были гораздо больше и случился вот этот вот тектонический сдвиг они там дамбы сломались да реки осушились образовался озерцо и вот как бы озеро каинды и кальсайское озеро они вот так вот как раз и образовались то есть представьте вот вот это все это было ну как бы озеро вот доходило вот там вот до елок там до самого верха даже сложно поверить что вот это все что сейчас вот здесь сухое леса это когда-то ну было большим таким озером озеро каинды да его конкретно знают дату когда был было землетрясение когда он образовался здесь уже неизвестность то есть здесь очень много лет этим образе вам но в конце нашего дня денис нас бонусом повез по вискрайне в зеленым лугам мы решили проехаться посмотреть на сурков потому что вроде как был их сезон они вылезали из ямок прежде чем мы распугали всех сурков нашим внедорожником зато увидели лис и уточек местных как они называются я не помню какие-то кряква да не кряква там там ташка там тушка блин ну короче нам денис рассказал что какие-то есть птицы на букву т я забыл у меня вообще название вылетела из головы вот и в общем рядом с этим селом сад и как раз вот просто есть потрясное место где вот пушистые такие зеленые луга коров куча всякого скота куча вообще виды просто охренительный вот ради такого действительно стоит вот вот эти вот вайп такой общего едешь на джипе все смотришь выходишь гуляешь вот просто вот ну класс вот ложбинка видите такая тут как бы две возвышенности и прям между ними сидит посерединке о лиса убежала и салисов да и больше вот так вот закончился наш потрясающий день в казахстане а на следующее утро мы уже выдвигались в кыргызстан такой интересный тут кэш колорит вот люди на мерседесах старых проезжают такие бабули деды промоще на audi каких-то старых просто ручек нет вообще прям колорит такой же он один ездит обычно это тоже был такой некий экспиренс потому что мы проходили границу пешком раньше прошли мы границу как это было мы вышли из машины пошли пешком нас проверили с собой в сторон со стороны казахстана и со стороны кыргызстана и честно говоря прям очень быстро все это прошло где-то мне кажется минут 15-20 не больше 20 минут да и такие люди там нормальные вообще абсолютно вежливые все так спокойно все было прям начали на рословоне я бы сказал да несмотря на то что здесь деревни все равно как бы проверяют как на всех таких вот официальных по гранпостах просвечивают а собой то что вещи берете спрашивают куда чего как все нормально вроде едем к кыргызстан еще когда проходили границу там люди такие прям вежливые очень были вот эти пограничники такие про на эти вот доброжелательные и я еще когда давала паспорт кыргызскому пограничнику он только говорит у нас первый раз да я надеюсь что вам очень понравится он так все улыбнулся я думаю блин вообще типа про над позитивный такой вайб прям остался такие вот мелкие моменты казалось бы но как бы вот откликаются что хотелось бы отметить что в обоих странах люди очень дружелюбные всегда здороваются например пастухи которых мы встречали по пути всегда нам махали здоровались с нами и это было очень классно и дружелюбно хорошо ехали мы в общей сложности пять часов вместе с прохождением границы вот и мы уже в киргизии отправились на первую нашу локацию это джета гус переводим на русский статусского 7 у его в 7 где все те же самые разбитые сердца злые родители тоже легенда похожи что отец девушки запретил замбульсом позорта они решили подняться и сброситься с горы после того как они сбросились скалы обрушились и приняли такой силуэт в форме разбитого сердца а 7 быков там есть в форме у скалы в форме быков это поминальный был обед родителями там или там были зарезаны 7 быков 7 улова к сожалению проход в национальный парк оказался закрыт потому что еще не сезон но мы вышли из ситуации и пошли вправо посмотреть по правой стороне тоже есть такой красивый каньончик прям в него во внутрь зашли и тут погуляли здесь тоже очень красиво вот хотя здесь чуть высоты поменьше но поражает больше всего вот этот контраст зеленой листвы и коричневого коричневой этой глины известняка из чего сделаны эти самые горы так егор пусть нам объяснит как это произошло с точки зрения сказочного персонажа был сурок он залез в общем проем потом ударила молния он очень сильно наэлектризовала он взорвался и вот такая трещина и самое интересное что вот эти глиняные отложения они очень хрупкие то есть буквально вот они крошатся то есть для скалолаза не подойдет не подойдет очень нужно тоже быть аккуратным потому что бывает там отвесные скалы где может сыпаться вот это длина а если там попадет ливень то у вас зальет так что вы там вам не горю то есть нужно с погоды смотреть очень внимательно прорывает и несется с бешеной скоростью вниз этот весь поток грязевой такой селевой сход короче аккуратно надо да и там были такие случаи то есть люди внизу по руслу идут вроде ничего не предвещает беды там а верху затянуто то есть тучи дождь льет и бывали случаи не успевали правда выбегали оттуда то есть если шум услышал какой-то грохот то лучше выбежать куда-нибудь как можно выше с этого русла я спасешься очень много в кыргызстане прям построек вот этих вот советских все осталось заброшенном виде вот можно наблюдать про в горах сошел где-нибудь на каньонах все вот это вот осталось все это архитектура егор ты мне можешь объяснить любовь к кыргызстане вот к этим вот баракам это очень удобно они закрываются очень герметично эти все контейнеры в них может какое-то бесконечное количество времени хранится товар вот это я понимаю любовь к контейнеру вечером мы отправились на самое известнейшее место всего кыргызстана это озеро иссык-куль красивое озеро иссык-куль наверное одна из главных природных достопримечательностей кыргызстана интересно оно тем что это озеро но при этом оно соленое и вообще-то оно выглядит как море потому что его масштабы они просто гигантские сейчас здесь холодно хотя сейчас только начало мая озеро еще вообще не прогрелось и собственно отдыхающих здесь еще нет сезон открывается где-то в середине лета потому что озеро очень плохо прогревается так как мы находимся достаточно высоко примерно 1600 метров над уровнем моря мы проехались по южной части озера там как бы более спокойно чем на северной части но из-за того что был не сезон вообще сервиса не было никакого но я на им сам скажу что сервиса там принципе никакого нет то есть ну но определенно где-то отелях дорогих там есть сервис а в большим с большей своей массе там обычные совершенно такие дома отдыха которые вы приезжайте и ну как бы там ничего особо нету просто какой санаторий да типа как раньше там в крым ездили или еще куда вот такие вот типа места в целом хочется отметить что если вы хотите прям вот попасть какое-то колоритное место в одну в отель да или в гостевой дом или покушать где-то очень нужно прям вот выбирать искать в каком смысле нам повезло потому что мы ночевали в отеле в отеле у тимура мы приехали в этот отель а этот отель знаете музей насколько музей древних артефактных вещей и и и то есть там там все есть от старых телефонов которые нужно еще вот нажимать сюда прокручивать дисковых до каких-то магнитол до костюмов подводников спасательных кругов какие-то вообще чайники там утюги чего там только нет и видно с какой любовью хозяин подошел к оформлению данного места там еще такой дворик классный внутри мне кажется летом прям когда там тепло там вообще кайфово там уютненько там очень все по-домашнему и кормит тоже по-домашнему там бизона того что порции мяса нет там все было очень-очень культурно стандартные порции в принципе вкусная еда ничего такого никаких излишеств вот но просто и со вкусом единственное что ночью было очень холодно и я поставил про себе даже обогреватель у головы и все равно умудрилась себе ухо продуть потому что просто погода была нереально холодно я помню я делал короче термобелье я отдел штаны вот реально джинсы я делал рубашку майку мы еще два одеяла взяли два одеяла и все равно было холодно и чуть ли не уже в ботинках хотел спать потому что вообще капец ладно подъем стою посыпаемся один завтрак что самое интересное следующую ночь мы должны были вообще спать в юрте ну лучше всего спать вот в таких местах ты как бы чувствуешь вот этот вот весь колорит да вот это вот национальный прикол че тепло пока не очень всем доброе утро мы проснулись в юрт кэмп сегодня прекрасная погода наконец-то хоть чуть-чуть потеплело вообще мы конечно удивились потому что мы вроде как ехали в среднюю азию за жарой за теплом а получилось так что мы здесь просто замерзли вот так вот выглядят юрты действительно они находятся просто двух минутах ходьбы от озера вот наша юрта его там от озера а еще кстати мы должны были купаться в озере ссык у нас по программе это было если мы ну программа составлена на как бы как бы на ущелье барскона что это такое и чем оно известно у фили барскона получилось свое название по близлежащей деревне барскон и так получилось что она находится ровно посередине южного берега озера иссык уль короче с 200 чем-то уже ощущение что чуть-чуть прижимает и так еще знаете уши немножко закладывает а мы едем сейчас на 4000 метров там будем смотреть каньоны водопада замерзшие вообще сейчас конечно еще снег горах лежит ничего не растаяло пейзажи лесистые зеленые постепенно сменялись на снежный и мы в итоге добрались на высоту практически 4000 метров мы отправились на перевал арабель нам очень повезло с погодой потому что в этом месте часто сходит лавина и вообще в целом опасно находиться внизу верху уже чувствовалась высота и спустя время было даже тяжеловато находиться там с непривычки все-таки 4000 метров вообще по пути в ущелье барскон вы можете встретить огромное количество водопадов то есть не только вот эти два самых популярных на которые есть трекинговые трупы вот а также высокогорный водопад до них там не доберешься и их видно только если вы будете присматриваться с дороги вот все эти допады были замерзшие потому что еще пока был не сезон но несмотря на это было большое количество туристов все равно все приезжали и смотрели и ходили гуляли вот некоторые даже были настолько смелыми что прыгали по этому льду но это конечно особый вид мазохизма я считаю то что вдруг может обвалиться и ты просто провалишься вниз в этот водопад и полетишь с этой высоты вниз мне очень понравилось сочетание высоких деревьев солнечной погоды такого легкого прохладного ветерка было такое очень приятное ощущение которое мне надолго запомнилось я не скажу что плохо было что мы поехали в мае я не скажу что мы что-то потеряли потому что мы увидели практически все то что мы могли бы ну как бы увидеть и летом потому что ну по сути мы поднялись наверх да мы посмотрели все виды мы остановились где только хотели да здесь нет такого что ты едешь зря то есть ты в любом случае какой бы сезон года ты не приехал ты все равно увидишь что-то интересное для себя и там неважно какое время год ты едешь где мы находимся очень высоко спросить как это перевал шерст зарабы арабы высота 4000 над уровнем моря но там где знак стоял там было 3 800 с копейками мы еще выше поднялись тут около 4000 фигеть барсконское ущелье мы по барсконском ущелье поднялись по знаменитым серпантином 38 попугаев называют его в народе такое куча долин на самом перевале сейчас родники здесь просто до добычу ведут золото канадская компания температура минус 6 кстати на не ощущается как минус 7 мая сегодня какое какое должно быть здесь зеленое фурор а вот кстати про еду вот если вы приедете в казахстан или в кыргызстан просто будьте готовы к тому что у вас будут кормить на убой реально вот на убой мясо тесто тесто с мясом мясо с картошкой картошка с мясом с тестом тесто с мясом и вообще мясо с тестом это вообще фурор основная как бы еда это мясо так как они огромное количество баранов у них пасется ты просто каждый каждый раз ты вот каждый прием пищи у тебя вот вот такие порции огромные вот но в целом да конечно чувствуется что совсем другие продукты они более свежие более насыщенные более вкусные поехали короче и цветы на переднем сиденье остальные окно открыто корова голову затолкала будет поесть и потом с дверью бегала и догоняли оторвала дверь мы обедали в юрсе в барскон гестхаус она выполнена более современном стиле то есть это современная юрта со всеми удобствами вот но она сделана под такой больше старинный традиционный лад это очень круто посмотрите просто как она выглядит у нее такие все вот прям эти аутентичные такие вот узоры как она выполнена я вот просто в первый раз таком месте нахожусь и для меня это все такое прям новое очень круто пообедать и почувствовать себя вот таком знаете национальном колорите интересно одна двухспальная кровать одна одна спальная кровать три кресла еще одна двухспальная кровать как можно отдыхать тут приходишь на обед и раз заснул на часок не юрта такая огромная прям на самом деле так не по не подумаешь со стороны мы пообщались хозяйка и она рассказала нам как у них обстоят дела с бизнесом в общем очень интересно посмотреть как общежит местные чем они зарабатывают мы сами из руками сделали вот этот все рук называется с руками там а то вот этот с гипсом сделали вот этот сами вот этот джабукпаш называется красный и этот желтый да это джабукпаш тут тепло да у вас получается да и здесь теплый пол все очень круто прямо ночью мы это обалденно да вот хотим здесь юрту поставить у вас тут масштаб прям большой огород у нас там гору видно ух ты это ваш сад да а что здесь растет все яблоки все-все-все-все это абрикосы там вишня было очень тепло и душевное нас угостили вкусным обедом мы поели курдак это национальное блюдо кыргызстана мясо с картошкой луком вот казалось бы просто мясо картошкой луком но как же это было вкусно какое же обалденное мясо просто свежее вкуснейшая я не знаю вы едите свежие то что растет на грядке вот рядом с вашим отелем приезжайте не пожалеете высокойском районе можно увидеть не только замечательные нетронутые уголки природы поражающие своей красотой свежестью здесь также еще и достопримечательности попадая в которой ощущаешь себя будто в другом мире на другой планете так на южном побережье озера исекуль есть удивительное творение природы это каньон сказка солнечную погоду это место производит особенное впечатление так как красный цвет начинает переливаться различными оттенками пожалуй главная достопримечательность каньона это китайская стена она похожа на продолговатый акведук естественного происхождения сама по себе порода очень хрупкая и она ломается под ногами поэтому стоит быть прям очень аккуратно в каньоне огромное количество различных пеших путей и когда вы подойдете к к началу всех вот этих вот тропинок перед вами будет висеть карта смотри лишь панорама туда типа 30 минут идти на панораму она самая дальняя но по пути можно вот посмотреть китайскую стену зайти и потом вот так не на панораму на расстояние смотрите на сначала думали короче что пойдем по самому по саму дальнюю маршруту там идти было типа 40 что ли ну ладно пойдем туда ничего страшного денис говорит типа если 40 минут туда значит 40 минут обратно еще не забывайте что вы идете не по ровной дороге а по непонятно каким вот этим загогулиным еще там подниматься вверх вниз ну короче мы в итоге прошли где-то минут 15 в одну сторону и мы забрались на какое-то огромное на какое-то огромное сооружение ну как будто с внешне выглядят сооружение и когда я посмотрел вниз я понял что нам придется спускаться практически отвесный вот такой вот очень страшно ботинки скользят и но у меня не скользили но влада скользили ей конечно было очень очень опасно все это делать мы постоянно с денисом и поддерживали вертолет не прилетит за собой давай мне руку нет не трогай меня сам улетишь стою 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 когда вы приезжаете каньон сказку будьте готовы затратить на это минимум два-три часа потому что там действительно есть много что посмотреть много что пофотографировать место классное действительно напоминает какую-то другую планету как будто ты на марсе находишься советуем приезжать еще ближе к закату чтобы было не не такой палящее солнце сверху да вам на голову а также чтобы было более более красиво чтобы тени отсвечивали и ну в принципе при закате это место мне кажется на более выгодно смотрится утром проснувшись мы отправились на еще одну известную достопримечательность это башня бурана но перед этим мы заехали прикусить и мы попробовали местный чай с молоком это такая вот очень знаковая вещь у народа в средней азии вообще кстати говоря нам денис рассказал что надо обязательно писать и до горячий чай после того как ешь вот эту тяжелую пищу мясо там картошку потому что горячий чай даже в жару очень хорошо обволакивает желудок помогает очень быстро перевариться всей этой пищи не дает жиру вот это которые с жирной пищи застыть вот и образовать образоваться в конки то есть он позволяет процесс пищеварения как бы проходить абсолютно нормально естественно вот поэтому после жирной пищи пьют обычно горячий если вообще пьют башня бурана это место свидетельствующие о древней цивилизации это башня древний минорет достопримечательность находится среди руин древнего городища в 10 минутах езды от города такмак сооружение само построено в 9 11 веках рядом с башни находится сад камней который включает бал балы те самые известные старинные каменные изваяния за каждым вот таким камнем была гробница и камень такие ставили только высокопоставленным на самом каким-то людям не всем подряд и по количеству вот этих вот камушков можно судить о размере этого города который был когда-то на самом деле был большой находясь на шелковом пути город развивался и считался одним из самых богатых среднеазиатских населенных пунктов кстати на башню такая узкая лестница не просто так ее не делали шире шире потому что наверх обычно забирались всякие юные мальчишки только их отправляли туда чаще всего там пяти и семи лет которые могут пролезть быстренько забраться и прокричать своим громким песклявым голосом о том что там какая-то беда или что там не знаю какое-то объявление сделать в общем лестница просто не было смысла больше делать только чтобы успевали пробегать то есть мелкие ребятишки ты говоришь сок с этим кричал все на бед ты бы забралась наверх и кричал душу к сожалению это городище захватили монголы и затем он полностью исчез с лица земли от былого величия осталась лишь башня бурана развалины крепости и оборонительных сооружений также во время раскопок были обнаружены остатки водопроводных труб предметы роскоши другие свидетельства прежнего величия города и как раз все вот эти артефакты можно увидеть в маленьком музее неподалеку на территории киргизстана петроглифы встречаются во многих горных районах чаще всего они вырисовывались на скалах и камнях датируется самое ранее там чуть ли не 2000 лет до нашей эры но большую часть нашли со времен восьмого седьмого веков отправились мы ночевать пешкек и господи я тебе честно признаюсь этот отель лучший отель из тех что мы бы гостиница топовая отель то что она находится на крайне и там вроде какой-то район полу какой-то гража какие-то да мы когда приехали сначала не думали а потом когда зашли в гостиницу уже такого все очень классно сделано все детали продуманы ну то современный модный отель руша . называется футуру отель самом деле выглядит реально как футуристичный посмотри что нам дали нам дали такие кошелечки в которых дают номера ой дают карточки от номера и от входной двери во первых здесь очень классно поработали с освещением такие вот есть вертикальные LED лампы они очень идут рассеянный свет излучает не бьет глаза тоже же ими создает такой уют и ощущение того что вы находитесь в каком-то более дорогом месте чем он на самом деле есть наконец-то нам дали двуспальную кровать впервые за всей поездки раз здесь ортопедический по ходу матрас то есть он никак вот эти жесткие матрасы дурацкий он удобный он для спины хорошо и спать приятно также подсветочка сзади кровати тот идет тоже такая лента LED ресепшни сказали что для нас доступно 24 на 7 зона для выпивания чая кофе короче свежезаваренный кофе вода как комплимент вода комплимент короче 24 на 7 можно использовать прикольная тема вот чтобы если кто в туалете не ждать вот здесь можно сразу помыть руки почистить зубы короче посушить голову в общем все 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 здесь можно сделать вот буквально при входе вот типа вот у вас кровать и вот у вас вот такая вот рукомойная зона еще дают очень крутые халаты полотенца тапочки вот просто залог удачного отеля вот просто дайте вот эти базовые вещи и вы станете топовым отелем это реально модно вот это стекло советская к сожалению бешкек нам посмотреть не удалось потому что ехать дорога была очень длинная ехать было довольно долго вот и когда мы приехали уже в гостиницу сил не было ни на что практически так и закончилась наш восьмидневный тур по этим двум странам мы увидели много много всего на самом деле за 8 дней мне кажется это большое количество тех природных достопримечательностей которые мы посмотрели причем мы все это объездили на машине и это добавляет еще большего фурора знаете еще такой момент когда ты ездишь в семь дней на машине подряд такое количество километров то это уже как какое-то ощущение опьянение наступает то есть типа ты не хочешь выходить из машины ты вот я уже какой-то момент мы ехали ехали я думаю как клево мы едем и едем а у меня такого вообще ощущения вот в городе нет потому что здесь обычно поездки короткие там ну полчаса час максимум ты едешь куда-то там полтора часа а там мы ехали по три по четыре часа каждый день стабильно это еще несколько раз бывало если вы хотите какого-то нового экспириенса своей жизни обязательно отправляйтесь в такой джип-тур и очень интересно когда вы совмещаете себе сразу две страны потому что можете посмотреть две культуры две народности разные достопримечательностей это здорово на самом деле но я бы советовал отправиться в это путешествие тем кто был уже везде где хотел побывать потому что все таки это не лакшери отдыха это не фабрик это не вот деталлась понимаете это такие более-менее спартанские условия перед вами древность которую вы должны познать вы должны ее прочувствовать не так легко как кажется на первый взгляд то есть это этим нужно заболеть чуть-чуть вот если вы этим заболеете вы конечно получите удовольствие ну а с вами были Влада и Егор как всегда оставайтесь на связи если вы были в казахстане или кыргызстане пишите что вам понравилось может быть что-то о чем мы не рассказали вообще в целом пишите ваши комментарии эмоции от просмотренного видео спасибо за просмотр всем пока пока